Привет, подруга! Я такая женщина, как и ты. Тоже родилась в СНГ. Тоже думала, что вечная, сносу мне нет, и так будет всегда. Тоже какое-то большое количество вопросов и проблем, и переживаний по пустякам. Я даже сейчас уже не помню, что это были пустяки и переживания, но много бессонных ночей, потому что что-то не получалось, что-то не выходило, где-то не хватало денег, где-то хотелось поехать в поездку, но не могла себе позволить. Ну, в общем, всё, видимо, как у всех. И это длилось годами, 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 и я думала, что так будет всегда, но в какой-то момент времени у меня прям, знаете, щелчок какой-то, что-то качественно поменялось по мне. Знаете, вот набираются-набираются какие-то изменения, а потом раз, и качественная смена. И я поняла, что я себя чувствую уже не так. Я не та молодая стройная стрекоза, которая крутится на одном каблуке, может делать всё сразу моментально и держать всё под контролем. Я перестала ловить на себя восхищённые взгляды мужчин. Не то, что мне это нужно, но нужно на самом деле. Да, у меня замечательный муж, но всё равно вот эта искорка, которая пробегает между двумя прохожими, она на самом деле наполняет тебя энергией. У меня стал появляться вес, которым никогда не страдала, и он не стал уходить, и я ужаснулась. Лена, а вдруг он так и не остановится? А вдруг ты превратишься из девочки-стрекозы в тётку, а тётка потом потихонечку переплывёт в состояние бабка, и тебе начнут уступать место, если ты будешь ездить вообще на транспорте. Это для меня страшно. Вот такие вот вещи у меня произошли в голове. И я просто усилием воли заставила себя что-то с этим сделать. Но сначала я пошла в спортивный зал, хотя я люто ненавижу физическую нагрузку, и это была не та попытка, которая привела меня к регулярным физическим нагрузкам, сразу скажу. А потом я поняла, что не со спортивного зала нужно начинать, а вот отсюда. И я вернулась к знаниям физиологии, патофизиологии, и создала рацион питания для себя, на котором я каждую неделю имела результат по весу и по объёму. Точка. И потом уже наслоила физическую нагрузку. Да, я стала бегать, сейчас мне 47 лет, я стала бегать примерно ближе к 39. 38-39, когда сильно-сильно испугалась, что просто обвально старею. И с того же времени я просто переменила свой рацион питания. И теперь у меня большой опыт. Я знаю, как помочь вам переменить ваш рацион питания, не перепахать, а взять всего лишь 20% неверных вещей, убрать, заменить их на верные вещи и получить 80% результата. И вот этими выкладками, вот этими, ну это очень простая элементарная логика. А пользуется огромное количество людей. Подарите себе здоровье прямо сегодня. Подарите себе шикарный, идеальный внешний вид. Будьте лучшей версией себя сегодня, а завтра лучшей версией себя завтра. Друзья, девочки, почему к девочкам обращаюсь? Вы кормите семьи, вы кормите себя. И если ваша задача просто набить желудок, ну мне жаль, 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 жаль. Множество раз жаль. И вас, и семью. Наша задача строить. Стройность от слова строить. Просто присоединяйтесь, попробуйте, и вам понравится.